здравствуй 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 она рад тебя видеть на сегодняшней трансляции фону кому-то фу кому-то нравится у всех она мария показать сегодня не смогу к сожалению потому что она стала очень 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 нервная у меня такое подозрение из-за того что очень часто возле света рядом я говорю вот и стрессовая ситуация для нее складывается поэтому мари мы сегодня стоим в покое плюс сверху пленка не натянута ядовитые да ядовитые все ядовитые но не сильно токсичны вот поэтому сегодня мы без марии только с этим малышом и попробую я его сегодня на на руку взять но он упрямиться не хочет совсем на руку садиться что за таракан это не таракан это паук на руку он совсем что-то не хочет идти но попробуем мы сегодня попробуем таким вот образом рядом поставим руку и будем его немножко аккуратно 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 вот не хочет видели стряхивает он волоски живучие лучи волоски стряхивает это в природе они так обороняются от противника в его сторону направляют их поэтому он еще маленький если бы он был крупный и попал бы на руку было бы очень 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 неприятно ребят там беспонтовый но кому что кому что наплел себе паутина что-то он слишком много очень очень много наплел давайте немножко увлажним субстратом хотя в этой коробке живет да это маленькая маленькая такая салатница пока он маленький он будет в ней жить а потом по мере роста будет увеличиться объем при коврегина здравствуй будет увеличиваться и его жилплощадь пока ему такого более чем достаточно и даже рекомендуется а еще пауки есть еще два вида есть сегодня не в трансляции не будут показаны по той причине то что слишком часто их нежелательно трогать и но тут яркий свет достаточно что вам было видно плюс я говорю и для них это достаточно стрессовая ситуация поэтому будем постепенно всех показывать на канале поэтому подписывайтесь ребятки чтобы не пропустить будем кормить прямом эфире и прочее прочее также будут показаны следующие виды покажу как и расскажу террариум оборудовать какой нужен как а именно информация по видам есть на моем youtube канале можете там подписаться и посмотреть а завтра мария будет до завтра мария будет крышка какая-нибудь есть он бежит ночью до крышка есть вот крышка но я вам я убрал то что через нее не видно совсем спасибо спасибо за лайки ребята очень приятно и дороге пауков не мари не надо бояться их бояться их не надо они тебя сами больше боятся чем ты их окно вроде увлажнили достаточно субстрат вроде бы достаточно сэм семён привет 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 всем привет ребят же могу показать погладить его могу и ничего страшного из этого не будет вот он не в восторге от этой затеи но и не особо то и особо то и стрессует тарантул птицеяд будущем будет показаны другие виды вот я их раньше на трансляциях показывал всех подряд сразу же но понял то что это и для животного тяжко и постоянно менять постоянные зрители и устают тавтология такая вышел постоянно постоянно поэтому за одну трансляцию будет показан один только вид что за полгаре фильмы лагинс полное описание видов всех которые у меня имеются в коллекции есть на моем youtube канале поэтому за одну трансляцию будет показана один вид только вот кормление где-то раз в три дня раз в неделю и всякие обучающие гайды прочее прочее на youtube канале выходят на выставку и там были пулки ядовитые разные ну да да конечно но бояться их не надо ребят на самом деле это очень милые очень добрые ребята которые сами у вас больше боятся чем вы их боятся их явно не стоит но дуэли на выставке из нет 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 приобрел заводчика благо в моем городе такие имеются что у них интересного по диме гаскарских тараканов держал гаскарские тараканы когда-то были но вот в них реально ничего интересного нет а вот в этих ребятах есть по мере ты берешь маленького очень маленького и отслеживаешь как звать если мальчик то паркер если девочка тоже не будет и отслеживаешь все циклы его роста по мере того как он становится огромных размеров этот вид достигнет 18 сантиметров долго живут самцы где-то до трех лет самки до 15 лет и по мере его роста и вы будет перестанете его бояться и проснется тяга коллекционированию короче там огоч получается да 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 правильно и это интересно это очень красиво то есть вы в своем доме когда он вырастет можете такой маленький кусочек тропиков обустроить такой террариум ему очень красивый можно руку взять на руку взять-то мочь могу но для животного это стресс и он не особо то и хочет на руку я пробовал пару раз сегодня заманить нет он начинает волосики встряхивать сзади с брюшка своего вот с этой вот части лапками и все поэтому лишний стресс для животного нежелательно что едят едят мраморных тараканов малышей кормлю где-то раз в три-четыре дня вот так вот ну да но кусать он не будет тебя кусали твои пауки нет хорошие мраморные тараканы да мраморные тараканы и тут как люди едят мраморным говядину вот пауки мраморных таракан когда скидывает ну да это он чувствует опасности во врага их в сторону врага их сбрасывает так скажем и при попадании на кожу и тем более на слизистую это вызывает очень очень неприятное ощущение дорого смотря какой вид самый дешевый за неопределенный пол это где-то 200 рублей но бывают и 2000 а за крупных и редких там суммы баснословные мраморных тараканов зернового от корма лол да конечно так можно токсины выделять на волосках про именно биологический аспект такой вот углубляться в детали не могу сказать но эти волоски очень неприятно очень-очень неприятно он умер нет он не умер это достаточно неактивные существа если активно то именно прямо в ночь в ночь содержать хлопотно не достаточно кормить и увлажнять субстрат передач по телику была на передаче часто выходят про восьмилапых этих ребят discovery national geographic впрочем-то из телевидения всего эти два канала я только и смотрю что за паукан то бархипельма ваганс наземник но может и норки рыть очень такие неплохо лучше черепаху завел на крайнюю кулитку но ребята это кому что нравится кому-то нравится черепахи кому-то улитки кому-то пауки кому-то змеи кстати думал змею завести но после того как изучил все досконально меня смутил только два аспекта это то что необходимо кормить мышками а второе то что они пахнут кого думал или да или маиса взять или королев королевские змеи что ли как-то так называется ну или тупо императора и все аллергия не с того не все можно начать с паукана фактически в курсе в курсе всякое бывает всякое может быть всякое может быть но всегда есть супрастин и прочие противоаллергенные препараты и обильное питье в случае укуса но это не сильно токсичные виды но если если есть аллергия то будет очень неприятно он сегодня вот эти вот волоски стряхнул свои вот он хоть и маленький и видать я вдохнул их немного носом ну как мне кажется потому что какая-то заложенность такая непонятная даже когда он никогда не был да запросто их же не погладить не было в чем тогда понты это очень опасно но не настолько сильно понт понт в том то что это красиво вы с рыбками тоже не можете их погладить и поиграть с ними но в этом что то есть какая то своя философия еще что то поэтому это красиво это красиво ребят особенно когда он вырастает крупный это впечатляет захватывает дух и ты его сам вырастил с малыша и ты сам ему обустроил очень красивый террариум ну и плюс к тому то что плюс к этим питомцам то что очень простой уход очень простой крайне простой уход проще проще я не знаю что за рыбками хлопать не ухаживать чем за пауками я в шоке подписывайся на канал если в шоке следи смотри дальше будет только интереснее ядовитые ядовитые все рыба одного паук страшно друг укусит выползет а ты спишь и всякое бывает бывает всякое но он не полезет если он вылезет даже из своего жилища он не полезет ко мне в постель чтоб меня укусить куда-нибудь там в шее там еще что то нет не придумайте каждый так лучше лошади чем занимайся это классное занятие это круто парень молодца он же ходит по коже так противно не знаю он сожрет тебя ночью не сожрет эти лапки фу ну блин ребят кому-то нравится мне это очень нравится дай бог такого ни у кого никогда не произойдет спасибо за лайки ребят спасибо теперь смотрите трансляции будут убей его нет убивать не буду трансляции будут выходить каждый день но он кушает тараканов кушает тараканов кушает тараканов промах каждый день но в один день будет показан только один вид вот кормление будет раз в три дня и раз в неделю происходить что-то квартирка не айс у него не айс но пока он маленький такая поэтому так вот потрогай хоть его делали руху а то неинтересно ребят это не кошка его нельзя постоянно трогать там его тискать еще что-то вот у меня Машка но так зовут другого пука более нервный стал из-за того что я стал ее часто транслировать показывать то что тут свет тут я говорю плюс такая обстановочка плюс камера вот это вот все ей не нравится ей поэтому будем чередовать выпусти пусть походит ему и там вполне достаточно ребят извиняюсь то что там пропустил пару комментариев сейчас я вижу да улыбаются нет он не сдох нет он не сдох сколько тратишь на него месяц в месяц я на него можно сказать не трачу ничего я только увлажняю лишь субстрат и даю ему раз в четыре где-то дня раз в три дня мраморного таракана которые я которых я сам и развел в садке вот это мальчик типа это еще неизвестно мальчик или девочка известно будет после того как полиняет по шкурке можно определить тараканов на кухне ищешь нет специальные специальные кормовые тараканы извиняюсь просто что-то это наверное все-таки да надышался я вдохнул вот эти вот когда он счастливал волоски потому что першит горло достаточно так это как тест на идею паука на картинке да 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 я его не вижу вот он вот 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 он спит нет он не спит он притаился строками потом следи соседей убьют эти драканы не переживаются в домашних условиях они в садке это тяжело разводится в домашних условиях им не подойдут я бы у тебя ночевать не стал таракан сам пробовал нет нет тараканов я в пищу не употребляю чай вам крайне не советую это родился что ли друзья отлично реагирует очень положительно родился он давно но не моего разведения так скажем зачем паука тогда кормишь за тем то чтобы он рос влажность температура до комнатной температуры подходит вполне влажность поддерживать с помощью увлажнения субстрата самый топовый транс спасибо 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 ребят я вожу кошачий корм ну на вкус и цвет как говорится змеи люблю точно не пауков понятно я вот наоборот как-то от змеи мерзко становится тараканами тараканами кормлю да кормлю тараканами сколько всего всего у меня три вида три паука пока что на данный момент до этого были еще но обменял подарил продал так скажем но эти постоянные у нас будут актеры так скажем питон супер питон да сколько стоит вот этот вот малыш за малыша 250 по моему сейчас стоит за крупного 2000 есть вид который за малыша по 5000 стоит поэтому виды разные есть у меня и самка древесника которая очень красивая ее но можете в записи посмотреть она скорее всего завтра либо послезавтра будет на трансляции как друзья родственники отлично реагируют зачем они тебе нравится хобби отлично реагируют просят посмотреть но издалека издалека все ядовитые да все ядовитые но не смертельные ядовитые если нет аллергии я не знаю если не аллергия где у него крест на спине креста у него на спине нет нет у них нет креста на спине все в пугах завести ну чё блин там уже прыгнет еще я у вас дрохота прикольно скорее всего на вас не прыгнет скорее всего скорее всего но бывает всяко бывает всяко вот у меня древесник есть он прыгает почти на метр почти на метр может прыгнуть этот малыш вырастет до 18 сантиметров будет черного краса с красными волосками на тельце до стопроцентной гарантии нет кожи остальных остальные будут завтра и послезавтра показаны на метр да 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 древесник мой может прыгнуть ну практически на метр пауки как собаки ведь страх прыгать возможно но не мне не осмелюсь эту информацию опровергать либо подтверждать вероятность есть вероятность есть всегда чего угодно покажи себя хоть себя я пока еще не как-то не горю особо желанием показывать себя пока еще не горю желанием деньги у вас не хорошо даже никогда вырастет будет огромный до запросто ближе покажи паука поближе ребят только если тут штатив только если вот так вот мы сделаем вот он где-то три сантиметра где-то вот так вот жоп нет дом живет не надо это надо реально любить этих гадов да любить надо и хватит да правильно все правильно но если хочется не надо себя отказывать нужно завести и при соблюдении техники безопасности все вот отлично сколько тебе лет мне 19 лет ладно удачи подписывайся на канал подписывайтесь ребят будут очень интересные рубрики в дальнейшем будет в дальнейшем мной приобретен скорпион еще вдобавок фрин и прочие 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 всякие такие зверюшки волос красивый спасибо большое спасибо спасибо вам за лайки ребят спасибо что смотрите это очень приятно то что участвуете в жизни канала пишите комментарии спасибо я заведомлен как на зло будет прыгучим он зуб даю не заводи древесника просто заведи себе бархипельму альбопилосум для новичка отлично скорпион есть скорпион будет дальнейшем в моем городе их нету заводчик мне придется его из москвы заказывать и смотрите ребята буду смотреть за развитием спасибо большое спасибо смотрите такая ценная информация из саратова именно по такие обучающие гайды они будут на youtube канале потому что тут откуда из саратова россия тут тяжело тут постоянно пишут комментарии и когда ты не отвечаешь на комментарии люди обижаются поэтому именно куча информации полезным будет на ю тубе ссылка на youtube канал в описании что нужно для появления паука в доме для появления в паука доме необходимо сам паук само собой желательно если вы новичок маленькой линьки так ребят сейчас я немножко информации дам пока чат мечтаю маленькой линьки ну там 2 3 вот так вот где-то можно взять желательно взять бархипельму альбопилусом сойдет но в принципе вагон сойдет все доропа и хибана сойдет но она вырастает до огромных размеров там 22 сантиметра точно вымахает огромнейшее чудище но характер очень годный вот лошадиный паук его еще называют второе место в мире занимает необходим ну вам скорее всего продавец продаст маленькой соуснице вот такой вот садочек салатница нужно будет вам кокосовый субстрат кокосовый субстрат продается в зоомагазинах и в цветочных стоит он за брикет 100 рублей этого брикета хватит на всю жизнь этого паука потому что он распаривается его там просто бешеное количество менять грунт так на сейчас дальше слишком забежал вот и тараканы доступ к тараканам то есть либо в зоомагазине вам их приобретать надо будет где-то 5 рублей штучка по моему стоит либо лучше купить штук 10 и развести колонию самому мраморные тараканы они не пахнут в принципе но стенки необходимо промазать вазелином например чтобы они не разбежались кормить мраморников д чё маленький там агре огрызочки остаются салат делается там еще что там кусочек хлеба кинули поилочку поставили с водой откуда положили вату все то есть у вас уже бесперебойное питание для питомца есть а дальше лет вашей фантазии там террариум какой исходя из ваших финансовых возможностей но не в том плане то что он огромный будет а там например брендированный какой-то купить там золотой и в принципе все декорации декор там какой вам нравится вот ему самое главное что нужно влажность чтобы было подел поддерживать путем увлажнения субстрата и своя пайка то есть таракан начали раз в три дня пока он маленький таракан размером по размеру брюшка то есть не крупно прям огромного маленького давать и температуру комнатные вполне достаточно вот вот и все вот и все как он пьет она спасибо тебе спасибо что делаешь ты веду трансляцию а как он пьет он пьет получает влагу из субстрата и из продуктов питания почему именно паук паук потому что нравится они мне красивые можно собрать огромную коллекцию боишься взять взять его не боюсь но для него это стресс ребят и он не особо не хочет на руки стрессует и сзади скидывать брюшка лапками своими волоски с которыми которые я уже по ходу вдохнул немного и першит горло очень сильно если укусил паук что делать обработать выпить противоаллергенная и обильно питье коллекцию если умрет что если умрет что делать будешь до коллекцию но если умрет делать не будет такой вопрос очень интересные даже не знаю в тупик даже поставили мне этим вопросом наверное захороню со всеми почестями и продолжу заниматься 8 лапами существами ничего не делает ожидать может способности будут муж но это вряд ли что за вид бархипельма вагон с наземник подвинь его так по-другому скормить нельзя не только таракан мят он как мертвый он не мертвый капнем воды чтобы двигался да она уже знает она уже видимо постоянный зритель она знает то что водичкой можно его расширить но водичкой мы уже ему тут уважнили достаточно сильно пока капать не буду ему водичкой друг друга едят если посадить то сажут мы его попробуем пальцем подвинуть немножко вот смотрите вам сейчас покажу то что он кусать не будет вот я ему прям к нему палец поднесу а когда вырастет ящерицы можно кормить когда они огромные например там ласядора прахибана там они и мышей едят и прочее прочее но это извращенство это извращенство можно кормить тараканы прекрасно где обитает обитает насколько мне известно данный вид латинской америки как час нужно увлажнять поверьте мне вы поймете по ну это видно когда хватит чтобы вода прям не выливалась но и засухи не было так давайте его немножечко с вами подвинем ребят так вот видите он кусать совершенно не намерен только волосики сейчас будет кстати на ощупь очень нежный очень мягкий очень нежный все больше его трогать на сегодня не хочу потому что для него это стресс и чтобы аллергии всяких не было там все-таки руками лучше не трогать он ядовит и все ядовитые офигенный конечно офигенный красиво какой он милый он милый маленький пушистый такой прям как хомячок ешь пауков нет пауков я не ем а если укусит то что будет если аллергии нет то нет ничего в принципе не будет так опухнуть немножко и все а если аллергии есть то будет очень хреново лоськи скидывает от стресса или защита ну само собой вначале идет стресс то есть он понимает то что враг противник не то что ну да и начинает атаковать атаковать в том плане то что сбрасывает волосики но это делают не все виды по моему очень высоко прыгать может нет это наземник он прыгать не может но может конечно прыгнуть но не как древесник древесник на один метр может прыгнуть вот принять надо противоаллергенный препарат в случае укуса обильное питье и обработать место укуса он не сможет оттуда вылезть сможет оттуда вылезти конечно просто тут бортик вот достаточно невысокий вот могу тут бортик высотой где-то наверное сантиметров 6 а еще пауки есть да пауки есть ребят но сегодня будет показан только этот завтра будет показана ласядору парахибана а послезавтра скорее всего ну или завтра мошку вам покажу если сильно соскучились по ней покажу вам моего древесника мачо паук сможет попасть из этого лотка большому пауку нужен садок гораздо больших размеров откуда ты их берешь я их беру у заводчика благо в моем городе они есть реально мышей едят когда крупный большой мышь запросто только так на раз-два может но это не для меня так скажем и для него это в принципе травмоопасно то есть мышь может укусить еще что-то лучше тараканами одного мало 2 2 2 мало дай пять штук там сколько во сколько примерно завтра будешь снимать по вечерам у меня трансляции здесь покупать или так берешь покупаю на а друг друга друг друга могут сажать покусать запросто они шустры ну да вот древесник это капец и только я его в ванной уже два раза ловил при пересадке когда очистил площадь его вот древесник у меня крупный и он это что-то я приоткрыл просто чуть-чуть крышку он вылетел оттуда я сам испугался с какой скоростью это произошло ну и начал ловить потом поймал и вернул обратно его его домик и древесник это машка да 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 машка древесник машка древесник бешеные машка наша вот такие дела ребята сколько стоит этот паук этот паук на данный период его жизни пока его пол не определен стоит где-то данный вид брахипельма ваганс где-то 250 рублей но после того как это будет известно если это самец то он будет стоить 500 рублей если это самка то где-то две с половиной тысячи две тысячи две с половиной вот так но есть виды которые за малыша стоит две тысячи пять тысяч а когда они крупные тут 10000 и там просто этот паук какой породы это брахипельма ваганс поэтому тысяч 10 тысяч уже дорого да да но как это ни парадоксально бы прозвучало но самые красивые виды они же самые токсичные и они же самые дорогие и самые опасные и нервные растет как машины меньше он вырастет 18 самое но так как он наземник он лапки не растопыривает как машка древесник поэтому он будет визуально казаться не таким большим домашка будет просто огромный казаться а чем ты кормишь мраморными тараканами а где у него половой орган да интересно мне больше интересно интересно почему вы хотите об этом узнать вот но я на этот вопрос вам ответить не могу такой по той причине то что не знаю не знаю не осведомлен не осведомлен ну говорят на спинах говорят много что говорят говорят курдает а а почему такой штуки не вторая то что он еще маленький сам ты фу да правильно она правильно а ты давно уже этим занимаешься но где-то около года это около года так из-за того что они ломаются самцы умирают самцы умирают из-за того что самка их обычно либо жирает либо очень сильно повреждает поэтому самку перед спариванием обычно очень сильно откармливают и после спаривания сразу же там преграждают и в путь друг другу это самец пока неизвестно пока неизвестно ребят самец это или самка так кто питается пауками такими вот это вам должен этот вопрос ответить не могу кто не питается как узнать узнать можно только после линки остается шкурка в эту шкурку берете разворачиваете открываете google пишите как отличить паука птицы и самцы от самки там будут две картинки и по этим картинкам вы можете развить но увидеть половой диморфизм или следовательно сделать выводы сравнить какая из вариаций подходит к вашему пауку но не всегда это можно увидеть в том плане то что шкурка повреждена шкурка слишком маленькая поэтому приходится ждать у тебя на канале очень много трансляции сегодня было наверное вчера скорее всего возьми его на руки на руки брать него сколько тебе лет мне 19 19 сегодня на youtube канале она по моему подписан на мой youtube канал 1 black ты там по моему записана ты извиняюсь что на ты да да отлично спасибо вот наверное вы меня и смотрите постоянно а ты разводишь нет луков не развожу она кусается все кусается кусается все даже люди кусаются но навряд ли будет он меня кусать если я не буду слишком наглеть мама знает чем ты занимаешься мама знает конечно конечно знает все знают и друзья знают а ты один живешь очень так он злой нет он не злой если он сбежит ничего страшного не будет был ловить нет я живу но нельзя сказать один или не один периодично периодично по-разному то с родителями то один по той причине то что у них работа образ жизни разъездного характера вот так вот можно выразиться как они размножаются размножаются ребята вот на так я не биолог я просто любитель коллекционер вот так можно сказать она была интересненько интересно до скорого до скорого до скорого подписывайся на канал будет еще много интересного как они размножаются именно с биологической точки зрения вам сказать не могу и какие-то их не там процессы которые внутренних протекают он тоже не могу рассказать я даже не буду браться за это потому что у меня нет соответствующего образования я не владею соответствующей информацией и уводить людей в заблуждение и сочинять что-то я как-то не очень хочу если вас интересует вот такие точечные такие серьезные вопросы лучше обратиться на какие-то авторитетные ресурсы за этой информации зачем тебя мне не нравится мне не нравится я получаю от них эстетическое наслаждение от созерцания вот от выращивания от ухода вот в будущем от составления декораций и прочее прочее но такой себе питание сидит себе ничего с ним не происходит скучноватый мне кажется ну кому что ребят кому что зато очень интересен процесс кормления процесс линьки да и просто интересно как узнать потом у меня был один крупный ядовитый был вид вы час секунды я читать не буду расскажу немного о нем это был как он правильно там латыни называется но видно вьетнамский голубой птицеед это птицеед и дает стены вьетнамский голубой цвет у меня было норник вот он очень токсичный очень ядовитый вот не хочется выставку пауков нет выставка пауков пока не планирую свою делать и я понял потом спустя время то что с ним очень тяжко с ним очень тяжко то что я реально сам нервничаю когда с ним провожу манипуляции то что он был огромных размер не огромных большой был где-то был 16 18 сантиметров он очень нервный он очень быстрый и он очень 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 токсичный то есть да он красивый но вот такие вот постоянные стрессы при кормежке при смене субстрата мне были ни к чему и мне пришлось обменять его другой вид у тебя есть же надеть можно наверное выразить к счастью нет нет они в туалет делать свои дела ходят если да то где ребят рассказываю про такой щепетильный вопрос как отходы жизнедеятельности пауков птицеедов ну тут не видно то что маленькие 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 такие белые вот например вот допустим вот это вот вот маленькие такие белые шарики вот это вот это продукты их не жизнедеятельности нет они ходят хаотично могут тут сходить могут у тут у тут у тут где угодно но в своем садке и саму собой поэтому и совершенно никак не пахнут то есть в этом огромный плюс огромный плюс этом огромный плюс к этому что уход очень простой очень все красиво очень все классно эстетично но в дальнейшем пока только интересно то что выращивать следить за всеми циклами так вот так ребят наверное у меня уже час десять ночи наверное на сегодня все рад был с вами пообщаться это очень очень классно бабник ну я воздержусь от ответа на данный вопрос у меня на 10 но это по москве у нас саратове свое время пока было интересно спасибо что смотришь спасибо всем зрителям то что ставите лайки подписывайтесь на канал это очень приятно это побуждает дальнейшим действиям завтра я днем запущу трансляцию просто с пообщаемся не вот выясню что вам интересно что вам еще показать то что тем куча разных и завтра мы с вами обсудим но на сегодня все доброй вам ночи спасибо что смотрели спасибо что общались ставили лайки спасибо большое вам ребят все до завтра всем пока спасибо 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 спасибо